Служение Слова Благодати представляет Программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, очень такой практический вопрос современной молодежи. Я зачитаю. Здравствуйте, брат Алексей. Скажите, пожалуйста, если девушка дружила с парнем и в течение их дружбы имели место поцелуи, то в итоге они не поженились. Она выходит за другого. То считается ли ее тело оскверненным или нет? Ну, то смотря какой смысл, люди вкладывают смысл тело оскверненным. Считается ли тело оскверненным? Я думаю, что здесь, наверное, проблема. Наверное, какое-то мистическое такое понимание, что вот осквернение – это что-то такое, как печать какая-то, которая поставлена на человека, и она будет уже второго сорта до конца жизни. К большому сожалению, люди в современном мире очень легко относятся к разным формам, так скажем, выражений своей сексуальности. К большому сожалению. И ты прав в действительности, что чем дальше мы живем, тем больше молодое поколение допускает свободы во всем этом. Но что мы можем делать? Мы можем только смотреть на то, что говорит Писание. Потому что каким бы ни было развитие культуры, она никогда не отменяет Божьей истины. Божье слово, оно вчера, сегодня и во веки тот же. Христос и Его слово неизменны. Что говорит Писание? Писание говорит очень ясно о том, что даже когда человек не только целовал кого-то, а когда он смотрел на женщину с вожделением, он уже прелюбодействовал в сердце. То есть вот это осквернение, оно происходит прежде всего в душе человека. Христос объясняет и говорит фарисеям, которые омывают чаши, омывают всякие сосуды внешние, обывают свою внешность, он говорит, что изнутри, из сердца исходит прелюбодеяние, злые помышления и так далее. То есть наши тела, наша жизнь оскверняется злом, грехом, похотливостью внутри. Если мы посмотрим на вот этот аспект, то к большому сожалению, многие люди именно здесь проигрывают битву, и потом тогда все остальные вещи случаются. То есть когда речь идет о поцелуях, поцелуи, ну они бывают разные, конечно, бывает сын маму целует, или же отец дочь целует. Вот эти поцелуи, они не несут в себя похоти. Поцелуи молодых людей, о котором сказано, скорее всего, я так думаю, я могу допустить, что, может быть, кто-то кого-то в щечку поцеловал и не имел похоти, но, скорее всего, это движимо похоть. А если похоть, то Писание говорит, уже прелюбодействовал в сердце своем. То есть это говорит о том, что уже есть осквернение. И это осквернение ужасно не тем, что губы соединились, это осквернение ужасно тем, чем было движимо сердце. И у некоторых людей, как я уже говорил, они, может быть, физического контакта и не имели, но в уме осквернились намного глубже и намного хуже. То есть это действительно серьезная греха, серьезная проблема. Теперь, когда мы говорим о том, что эта проблема существует, нам нужно посмотреть на то, как от нее освобождаться. Ну, во-первых, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Это первое, что ясно говорит Писание. Независимо от того, каким был грех, если покаяние настоящее, если человек идет к Иисусу Христу, сожалея о своем грехе, и он понимает, что это грех, он просит прощения, и он ищет исправление и восстановление Христу, Христос дает прощение. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Здесь очень важно понимать эту вещь. Но, тем не менее, разные грехи могут иметь последствия. То есть человек может быть прощен Христом, но иметь последствия. Например, человек был алкоголиком, и он долгое время, принимая алкоголь, вредил своему здоровью, и у него испорчены печи. Он пришел ко Христу, Христос его простил. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха, но его печень продолжает нести последствия этого греха. Вот что-то подобное происходит с сексуальными грехами. И здесь, к сожалению, люди обращают больше внимания на вот такие вещи, когда кто-то целовался. И это, как я уже сказал, действительно часто или чаще всего это выражение похоти, которая является грехом, который Писание осуждает. Но, к сожалению, очень многие люди совершают намного больше этого греха и осквернения без физического контакта в своем уме, в своими глазами, когда они смотрят порнографию. И вот о порнографии доказано, что она имеет, она оказывает перманентный или постоянно остающийся эффект на мозг, подобный наркотикам. И все зависит от дозы, от времени, сколько человек в этом был, и от глубины, то есть, насколько глубоким было, если это картинки, или это видео, и какие видео, и сколько человек смотрел, и так далее. То есть, это может оказать влияние на мозги человека, вот подобно, как на наркоманах. Так что человек, он прощен Богом, но он будет потом бороться с этим на протяжении долгих лет. То есть, вот в этом смысле осквернение очень серьезно. Вот именно на это нужно обращать внимание намного больше. То есть, на то, что происходит в сердце, и прежде всего, на то, что происходит в сердце. Вот такое положение дел. Замечательный ответ. Спасибо, Алексей Алексеевич. Слава Богу. Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.слова.org. Присылайте ваши вопросы на номер в Вайбер и Ватсап 1-360-977-2182 и на электронную почту radio.slова.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте. Продолжение следует...